МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 365 плюс 1. Этот уходящий высокосный год для нашей республики стал насыщенным во всех отношениях. И политически мы выбрали новый шестой созыв Государственного совета Чувашия, а вместе со всей страной седьмой созыв Государственной думы. И экономически, несмотря на продолжающиеся санкции и банкротство ряда предприятий, специалисты зафиксировали рост индекса промышленного производства. Мы переживали за наших спортсменов, которые не попали на Олимпиаду в Рио и радовались именитым гостям. Целый год национальное телевидение рассказывало вам о том, чем живет Чувашия. В заключительном выпуске программы «Республика» мы вспомним самые значимые моменты 2016-го и заглянем в 2017-й. Мыслить по деловому. На протяжении всего года в Чувашии выстраивали идеальную стратегию развития предпринимательства. В этой отрасли произошло немало сдвигов, появились новые игроки, но не обошлось и без крупных потерь в промышленности. О самых громких событиях в экономике «Республики» в номинации сделано в Чувашии. Главная новость этого года пришла с полей Петербургского экономического форума. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Чувашская республика поднялась с девятой строчки на шестую. Результат, говорят эксперты, вполне ожидаем. В регионе продолжают создавать условия для развития бизнеса. Эти слова не раз подтверждались делом. Компания «Сименс» намеревается открыть в Чебоксарах завод по выпуску электронных систем для поездов метрополитена. В республике свои проекты реализуют и предприниматели из страны восходящего солнца. Расширается двусторонняя кооперация в автопроме. В Чувашии или в Ульяновской области заработали три новых завода по выпуску автомобильной продукции. Я абсолютно уверен в том, несмотря на те сложности, которые есть сегодня в мировой политике, японские бизнесмены еще откроют производство, создадут рабочие высокотехнологичные места. Переговоры с зарубежными партнерами глава региона провел во время недавнего российского-японского бизнес-диалога. В этом году правительство республики наладило и другие контакты. К примеру, в феврале Михаил Игнатьев подписал соглашение о взаимодействии с директором федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Финансирование проектов уже началось. Мы финансируем проекты в Чуваши, потому что там выполняются все наши требования, а требования наши очень простые. Это понятный рынок, это понятные взаимоотношения с банком, тогда мы с банком делим риск и даем гарантию. В этом году в республике открывались и новые заводы. В Чебоксарах начали производить резиновые пластины для подлодок, а в Канаше – специальные реагенты для очистки воды. Хотя не обошлось и без потерь. Из-за долгов приостановлена работа птицефабрики «Чувашский броллер». Остается сложная ситуация на предприятии «Промтрактор». Но все же объемы промышленного производства к концу года пошли в рост и превысили 108%. Увеличилось в регионе и количество прибыльных организаций. Два с половиной года Россия живет в условиях санкции со стороны Евросоюза и США. За это время сельское хозяйство страны показало рост производства выше, чем даже у военки. Чуваши – не исключение. Индекс производства и сельхозпродукции опережает все темпы. По данным Чуваштата, в 2016-м сбор овощей составил 175,5 тысяч тонн. В истории АПК республики – это максимальный показатель. Особо стоит отметить новые направления в развитии сельского хозяйства Чуваши. В номинации «Виды на урожай» по праву лидирует чувашский хмель. На эту культуру возлагают большие надежды. Сейчас российские пивоваренные заводы используют только 2% отечественного хмеля. Все остальное заводится из-за рубежа. Правительством страны ставится задача полностью заменить импортное сырье. В федеральном Минсельхозе предусмотрели меры поддержки для производителей хмеля. А в октябре 2016 года в Цивильске открыли новый производственный комплекс по переработке зеленого золота. Чуть, что старше! Поехали! Чтобы объективно учитывать посевные площади и поголовье скота, в Чувашии, как и по всей России, в 2016-м году прошла сельхозперепись. В список были включены свыше 260 тысяч объектов. Сколько человек работают на предприятии? Что выращивают? Какие объекты возводят? В переписных листах для агрофирм более 30 вопросов. Я пришла к этим хозяинам, они меня встретили очень доброжелательно и решили показать свой участок. В основном, конечно, все желают достоинство показать, чем они занимаются, что они выращивают, что такое даже у кого-то есть экзотическое, интересное. К сожалению, не обошлось в этом году и без ЧП. В конце августа был объявлен карантин по африканской чуме свиней. Пострадали два района – Алатарский и Порецкий. Там пришлось уничтожить всех свиней, а это 173 тысячи голов. Конечно, карантин – это внештатная ситуация. В остальном сельхозотрасль работала без сбоев. В Чувашии сейчас действует 26 инвестпроектов в различных сферах – животноводстве, молочном производстве, растениеводстве. В 2016 году введено в эксплуатацию 8 новых ферм и 15 реконструировано. По данным Минсельхоза, республика сейчас полностью обеспечивает себя основными продуктами питания собственного производства. Все это дает надежду, что и следующий год будет урожайным. Денежная выгода или здоровье граждан? Интерес предпринимателей или безопасность детей? В 2016 году эти понятия оказывались на разных чашах весов. Представляем вам номинацию «Кто кого». Спиртовые настойки, боярышника, пустырника, лосьона, асептолина. Одним словом, фанфурики. Какие только способы не использовали в Чувашии для борьбы с ними. Рейды общественного контроля, беседы с владельцами аптек, обличительные материалы в СМИ, а вот и ныне там, под прилавками недобросовестных аптек. Ведь сейчас никаких законов продавцы и производители не нарушают. Депутаты Госсовета Чувашии обратились к правительству страны со следующим предложением. Во-первых, ввести учет спирта, который используется для производства таких жидкостей, и облагать акцизами. Введение акцизов, это вы правильно сказали, прежде всего это будет подорожание. Ну, это значит эти растворы в фанфуриках, эти спиртсодержащие растворы двойного назначения, они будут менее доступны. Во-вторых, ускорить принятие законопроекта о продаже таких растворов в емкостях объемом не более 25 мл. Учитывая последние обстоятельства в Иркутской области, где произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», решение не заставит себя ждать. Правда, видимо, уже в следующем году. Зато 2016-му можно засчитать победу в многолетней борьбе за землю у Чебоксарской гимназии номер 4. Около трех лет у стен учебного заведения зияет котлован. Его вырыли под строительство бизнес-центра «Два капитана». Дальше земельных работ дело не шло, застройщика посадили за мошенничество. Закрыть опасный объект или построить там что-то еще, например, спортивный комплекс, администрация Чебоксар не могла. Для этого требовалось расторгнуть договор аренды и вернуть землю городу. Осенью этого года суд принял такое решение. Что нам стоит мост построить? Это вовсе не оговорка. В этом году природные стихии не раз угрожали разъединить населенные пункты республики. Но экстренные службы и строители всегда приходили на помощь вовремя. О мостах старых и новых в нашей следующей номинации. С трудностями перехода от одного берега к другому в этом году столкнулись жители Вурнарского района. В апреле в селе Калинино бурный паводок смыл опоры строящегося моста. Такого половодья в этих местах не было давно. Такого паводка сильного не было. Ну, было всегда. Это на маленькие мы были еще. Это еще готово. А сейчас это, видимо, резко все перекосило. Между тем, всю вину в произошедшем возложили на подрядчиков. Завершить ремонт срок дорожники не успели, проект пришлось переделывать. А позже за работы взялась другая организация. В итоге движение по мосту было открыто в июле. Но не прошло и трех недель, как начали поступать новости об очередном ЧП уже в Порецком районе. Из-за проливного дождя на мосту через Суру образовалась большая дыра, вода размыла арматуру. Текущий ремонт строители завершили в сжатые сроки. Но необходимо принимать другие меры. В следующем году этот мост намерено снести, чтобы возвести на его месте новый. Проект на сегодня уже есть. Он проходит экспертизу. В ближайшее время, я думаю, что экспертиза будет проведена. Будет определена окончательно стоимость. Новый мост соединит и центральную часть Чебоксар с северо-западным районом. В будущем здесь появится сразу шесть полос, по три в обе стороны. Они должны разгрузить поток машин. Движение по первой части нового моста должны запустить в начале следующего года. Отвечай быстро, четко, развернутым ответом. Так нас учили в школе. И о самых значимых событиях этого года в сфере образования мы вам расскажем за 70 секунд. В этом году образовательных учреждений строилось и открывалось немало. Программа «Детские сады детям» завершена на очереди школы. На эти цели уже выделено более 25 миллиардов рублей. К примеру, в Комсомольском районе распахнула свои двери новая школа. В Чебоксарах активно возводится школа в микрорайоне Гладково. Строятся детские сады в Альгешево и Радужном. Детский технопарк «Кванториум» – еще один проект в рамках дополнительного образования. Технопарк в данном случае выступит такой потрясающей базой для подготовки сначала наших студентов, дальнейшим профессионалов. В этом году наша республика стала дискуссионной площадкой, где обсуждались перспективы развития образования. Для меня как министра образования здесь треть бюджета идет на образование. Это самое для меня важное, самое главное. Второе – здесь удивительное сочетание традиций и новаторства. Инвестиции в образование дают результат. Чувашские школы и сады в топе лучших. Та же картинка и среди педагогов. Особое внимание – популяризация рабочих профессий. Мировое движение WorldSkills набирает обороты. Его участники получают всероссийское признание. В уходящем году журналистам республиканских СМИ, которые специализируются на теме здравоохранения, вручили белые халаты. И сейчас выдался подходящий повод его обновить – объявить номинацию на здоровье. Программа строительства фельдшерско-кушерских пунктов выполняется. В этом году их стало на 25 больше. Жителям деревни Илгышево сделали подарок к Дню Республики. Новый ФАП обслуживает 5 населенных пунктов. У меня пятеро детей, и открытие нового медицинского пункта я ждала больше всех. Потому что добираться в районный центр на осмотры к врачам с детьми тяжело. Сейчас мы будем приходить сюда. Наша жизнь улучшается с каждым днем. Всего за последние три года в Чувашии построено 125 ФАПов. И еще 75 предстоит построить. А поликлинику в переулке Ягодном в Чебоксарах даже строить не пришлось. Ее разместили в бывшем учебном корпусе сельхозакадемии. Реконструкцию провели в кратчайшие сроки. В результате уже летом жители микрорайонов Богдана-Хмельницкого и Садовой получили доступ к медицинским услугам. Так же, как и жители Ольгешево. Кроме того, в Садовом теперь есть и своя стоматология. С острой болью, если придут, они примут в однозначном порядке обязательно здесь. Если можно, если возможно. А не у кого, профилактически надо. Вот вы должны. Событием важным для всей республики стало открытие нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Завершить строительство удалось за год, благодаря поддержке правительства России. Из федерального бюджета было выделено более 360 миллионов рублей. Хирургический корпус оборудован по последнему слову медицинской техники. Врачи рассчитывают, что смогут увеличить количество операций до 12 тысяч в год. Все вкупе послужило поводом для высокой оценки данной здравоохранения Чуваши. В целом, очень позитивно развивается здравоохранение Чуваши. Это касается и сферы материнства и детства, это касается и медицины взрослых. Есть подвижки. И снижается общая смерть. Снижается смерть восприя основной группы цифровых. Поэтому я хочу пожелать только успехов в здравоохранении Чуваши. Первенец 2016 года Илюша Горшков, которому был посвящен первый в этом году новостейный сюжет, готовится отметить годик. Интересно, кто родится первым в 2017-м? Мальчик или девочка? Не хотелось бы вас пугать, планета Земля, но, по-моему, у вас завелись люди. Вот такой экологический анекдот. В 2017-м Владимир Путин объявил годом экологии. С каким багажом? В 2016-м в Новый год придет Чувашия. Об этом в номинации «Зеленый свет». Если свалка – это беда для окружающей среды, то горящая свалка – катастрофа. Дым, копоть, неприятный запах и целый букет канцерогенов. Жили, или, вернее, выживали в таких условиях. В 2016-м году несколько населенных пунктов. Чебоксарский район. Свалку площадью в 4 гектара за год тушили несколько раз. Продолжались пожары и осенью. В октябре наша съемочная группа захватила туда противогаз и не пожалела об этом. В соседний – Цивильский район. Жители поселка Канар маялись весь май. Едкий столб дыма с местной свалки осносило ветром в сторону их домов и еще шести населенных пунктов. Это проблема, которую еще только предстоит решить в ближайшем или отдаленном будущем. Впрочем, есть экологические проблемы, которые не придется тащить в 2017-й. Так печально известную Пехтулинскую свалку в Чебоксарах начали рекультивировать. Отходы столицы и нескольких районов принимает полигон ТБО. В июле 2016-го года он получил лицензию на работу с отходами с 1 по 4 класс опасности. Осенью на биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске внедрили новую систему обеззараживания канализационных сточных вод. Вместо гипохлорита теперь применяют ультрафиолет. При таком способе гибнут 99% всех известных вирусов и в акваторию Волги не попадает активный хлор, который представляет опасность для всего живого. Итак, повернулась лицом к природе наша республика еще до начала 2017-го года экологии. Главное – сохранить тенденцию. В этом году чебоксары сделали шаг навстречу гуманному обращению с бездомными животными. А национальному телевидению случилось поучаствовать в судьбе симпатичной трехцветной кошки. В 2016 году к нам пришла новая сотрудница. Она стала своеобразным талисманом для сотрудников канала. Ей, как никому другому, удалось пробудить самые лучшие качества в каждом из нас – доброту, заботу, понимание. А трех котят мы быстро пристроили в добрые руки. Конечно, не без помощи эфира. Кстати, свой дом, хоть и временный, обрели и бездомные животные, благодаря открытию пункта передержки на Марпасадском шоссе. 12 трехсекционных вольеров и 4 передвижных блок-контейнера. Такое обустройство позволяет единовременно содержать 46 безнадзорных животных. Грядущий год, как известно, объявлен в России годом экологии. Поэтому давайте не забывать, что природа – это не только флора, но и фауна. И братья меньшие очень нуждаются в нашей заботе и сострадании. Итак, в России наступает год экологии, а в Чувашии еще и год матери и отца. О главных темах года уходящего в следующей номинации. Еще сто лет назад известный политический деятель, вождь Октябрьской революции Владимир Ленин сказал, «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. С тех пор, конечно, кое-что изменилось, но не сильно. В рамках года российского кино в республике прошло более ста кинопоказов и творческих встреч. Состоялись два кинофестиваля, в которых, кстати, участвовали более 20 фильмов чувашских режиссеров. Вне конкурса чебоксарский зритель увидел еще 22 ленты, посвященные Году человека труда. О тружениках, героях нашего времени снимали не только фильмы. Коллеги-журналисты, да и мы сами посвятили этой теме множество репортажей и публикаций. Трудолюбивых людей в Чувашии ценят – это факт. Ежегодно на слете трудовых династий чествуют лучших в своей профессии. В этом году слет трудовых династий прошел в 12-й раз. Он собрал 109 представителей 26 заслуженных династий республики различных отраслей образования, культуры, промышленности, сельского хозяйства. В Чувашии год человека труда передает эстафету Году матери и отца, что вполне закономерно. Ведь воспитание детей – это тоже труд, тяжелый, но благодарный. В октябре 2016 года исполнилось ровно пять лет, как в ваших телевизорах появился новый канал – национальное телевидение Чувашия. Эта тема – следующей номинации «Дай пять». Дай пять, если ты больше не ищешь свою дорогу. Дай пять, если ты на канале и готов снимать. Дай пять, все, что в республике нашей мы хотим рассказать. Дай пять, будь в курсе, забыти, ты должен все знать. Нам пять. Здесь за пять лет сформировалась настоящая команда профессионалов, которые любят, ценят и с любовью делают свое дело. Я уверен, что у нас действительно впереди много интересных проектов, что у нас много интересных идей, что мы уверенно движемся вперед. За пять лет национальному телевидению Чувашии удалось прочно занять положение ведущего СМИ. За это время реализованы десятки различных проектов. Сетка вещания постоянно пополняется новыми программами. Теперь перед нами стоит еще более амбициозная задача. Весной мы выйдем на спутниковое вещание. А это значит, что мы должны быть интересными и полезными для восьми миллионов зрителей, как минимум. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и обозначить цели на будущее. За год в Чувашии открыли более 20 памятников. О самых значимых из них в нашей следующей номинации. Игорь Петриков Вечеринском районе в деревне Ураево-Магасе 22 июня открылся мемориал памяти жертв, которых у нас потребовали все войны. И Первая мировая, и Великая Отечественная, и Афганская, и Чеченская. Летом этого года на карте Чебоксар появился сквер имени Екатерины II. Место выбрано не случайно. В 1767 году Великая императрица посетила Чебоксары. Она побывала в Троицком монастыре и Дубовых рощах, а принимали Екатерину в доме надворного советника Соловцова, в котором сейчас располагается художественное училище. Здесь встречали Екатерину большая, большая, как бы сказать, большая делегация. Руководила делегацией казанский губернатор Квашнин Самарин, потому что Чебоксары был первый город, где Екатерина ступила на землю казанской губернии. Несколькими днями позже в столице Чувашии установили памятник Петру и Февронии Мурумске. Покровители семейных пар прожили вместе много лет. Умерли в один день и были похоронены в одном гробу. Памятник установили на пересечении улицы Константина Иванова и Московской набережной. На праздники наши корреспонденты встретили настоящую Февронию. Раньше своего редкого имени женщина стеснялась. Теперь носит с гордостью. Молодым женам я желаю, чтобы они друг друга понимали, что жили дружно, любили и долго-долго жили, как Петр и Феврония. О прошлом будут напоминать и находки, случившиеся в уходящем году. Нежданно-негаданно в жилом микрорайоне строители откопали несколько могильных памятников начала прошлого века. Сто с лишним лет они пролежали под деревянным домом на улице Мопро в Чебоксарах и обнаружились, когда его стали сносить. Дом этот начало постройки 1930-х годов. Именно тогда было закрыто и стало разрушаться городское кладбище. Скорее всего, эти надгробья с городского кладбища сюда были привезены и использованы в качестве камней под нижний венец этого дома. Да, ничего не скажешь, крепкие нервы были у того, кто положил в фундамент своего дома могильные плиты. Даже спустя сто лет они выглядят довольно инфернально. Другая находка более оптимистична. Неподалеку от Калининского моста в строительном котловании раскопали печи для обжига кирпича. Это целый производственный комплекс. Это одна печь. Ее размеры довольно-таки солидные. Длина у нее около 4 метров. Ширина 2,5, ближе к 3. Вместе с топочными камерами, если смотреть, вот с этими, со сводами, поперек вы видите специальные перегородки, которые выполнены в виде арок. Их 16 штук. Маленький кирпичный заводик датируется 18 веком. Его перенесли на другое место и теперь собирают по заранее сделанным снимкам и чертежам. В 2016-м в российской туротрасли зафиксировали переломный момент. Впервые количество россиян, которые отдохнули внутри страны, превысило число граждан, которые выехали за рубеж с туристическими целями. Ну а в Чувашию приезжали не только наши соотечественники, но и гости из Дагестана, Молдовы, Японии, Монголии, политики, бизнесмены, спортсмены. О туризме и туристах в следующей номинации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2016 году Чувашия вошла в топ-10 рейтинга самых благополучных регионов для жизни детей в России, в том числе благодаря активной работе по развитию детского туризма. Возможность изучать достопримечательности и любоваться красотами родной земли получили и зрители национального телевидения. Каждый месяц в эфир выходила новая программа из цикла «Я люблю Чувашию». Своеобразный мини-фильм, телерассказ об особенностях каждого из районов республики. Особенно пристальное внимание в этом году уделяли и строительству этнокультурного комплекса Амазония и эко-поселения Ясно. Сейчас в эко-поселении построено три гостевых двора, еще три скоро будут готовы. Планируются еще музеи Рун и центр целебного питания. В Амазонии завершено строительство лестницы влюбленных, идет строительство развлекательного комплекса, готовятся документы для аквапарка, гостиничного комплекса и комплекса Тухья. В этом году жители республики не только принимали гостей, но и сами много путешествовали. 17 октября 2015 года из Чебоксар на своем велосипеде выехал Никита Васильев, больше известный как Чувашский путешественник. Больше года он колесит по странам и континентам. Побывал во многих странах СНГ, Китая, Таиланде. Сейчас я нахожусь на берегу Сиамского залива, Южно-Китайского моря, в городе Паттайя. Я заеду в начале марта в Китай, потом еще два месяца, потом Монголия месяц, то в начале лета я уже буду в России. А мы в свою очередь пожелаем Никите поставить новый рекорд по длительности одиночного путешествия на велосипеде. 2016 год оказался щедрым на спортивной сенсации. Безусловно, ярким его завершением стала победа нашей Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира по биатлону. Она по праву достойна возглавить номинацию спортивной вершины. Золото и бронза спортсменки Чувашии на Кубке мира стали своеобразным подарком для всех поклонников российского биатлона. Дебютировав в составе сборной России лишь в прошлом году и став лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов, Татьяна сумела доказать, что такая награда нашла своего героя не случайно. Любопытство зарубежных представителей спортивной общественности ежегодно вызывает проходящий в Чувашии открытый Кубок России по женской вольной борьбе. Яркое, красочное, зрелищное мероприятие просто не могло не попасть в наш новогодний выпуск. Тем более, что на пьедестале оказались представители Чувашии. Незабываемый о том, что уходящий год был олимпийским. В резервном составе сборной России по спортивной гимнастике в Рио отправились Владислав Полешов и Евгения Шелгунова. Да, они не показали своей программы, однако первый шаг на пути к Олимпиаде сделан. А вот для Ирины Калентьевой игры в Рио стали четвертыми в спортивной карьере. Причем, благодаря ее высоким результатам, в этом году был открыт региональный центр развития велоспорта «Маунтинбайка» по улице Афанасьева. Кроме этого центра в Чебоксарах были введены два физкультурно-оздоровительных комплекса. Первый по Эгерскому бульвару при спортивной школе имени Валериана Соколова. Второй ФОК получила спортивную школу имени Ирины Солдатовой по улице Мичмана Павлова. Помимо новых спортсооружений, появилась и новая хоккейная команда под названием «Чебоксары». Хоккеисты уже показали свой богатырский характер и настрой только на победу. Не отстает от них и баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы». Это все об уходящем 2016-м. А теперь предлагаю заглянуть в год будущей. Слово Дарине Игнатьевой. Согласно восточному календарю, у каждого года есть своя животная-покровитель. Наступающий год – год петуха. Десятый по счету знак китайского гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий и демонстративный, элегантный и общительный. Сегодня мы узнаем, что ждет нас в наступающем году. И поможет нам в этом герой нашего сюжета. На Руси был такой обычай. Перед Новым годом и Рождеством молодые девушки собирались в бане и гадали на суженного ряженого. Очень популярным у наших пра-пра-бабушек было гадание с петухом. Представитель семейства пернатых – один из древнейших магических символов. В основе мифологического образа этой птицы – его связь с солнцем. Ведь именно петуху взвещает о начале дня. В деревне такие пернатые будильники на каждом шагу. А вот в городе найти живого петуха проблематично. Помог, как всегда, наш водитель, незаменимый на телевидении человек Юра Марков. Хозяева частного дома предоставили нам и предбанник – место, традиционно используемое для гадания. И тут перед нами городскими девушками встала еще одна проблема – как достать петуха из курятника. К счастью, корреспондент Чувашской редакции Мальвина вспомнила, как проходили каникулы у бабушки в деревне. И через четверть часа огненный красавец был у нас в руках. Мы спросили у пернатого друга, каким будет 2017 год. Помогли нам в этом магические атрибуты. Блюдце с водой, хлебными крошками и зернами, залу, зеркало и три кольца из разных металлов мы разложили по кругу. В центре поставили горящую свечу и пригласили в предбанник хозяина наступающего года. Теперь смотрим, к чему пойдет петух первонаперво. Наш Петя обогнул блюдце с водой и хлебными крошками, направившись к совку с золой. Потоптав лапки в саже, петух обозначил, что год будет непростым. Для решения финансовых вопросов придется как следует потрудиться. Ведь и золушка стала принцессой, привив смекалку и трудолюбие. Затем петушок направился к Медному кольцу. Это значит, что год будет богатым на археологические открытия. После символ года пошел к двери, остановившись возле зеркала. Петух закружился и полюбовался своим отражением. А это значит, что год будет ярким и запоминающимся. Еще об одном событии хочется вспомнить. Народная примета гласит, увидеть в небе двойную радугу – большой удачи. В 2016 мы не только увидели двойную радугу, но и показали ее всем вам, дорогие друзья. Давайте посмотрим на нее еще раз и загадаем новое желание. Счастья, здоровья, любви и до встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова